Сегодня мы собрались для того, чтобы отпраздновать День Явления Господа Рамачандры. Хотя, по идее, это было во вторник. Рамноми был во вторник. Но, тем не менее, у нас нет никаких проблем в том, чтобы праздновать День Явления Господа Рамачандры или Господа Кришны. Мы можем праздновать эти дни каждый день. Почему? Потому что говорится, что Господь приходит постоянно. Игры Господа называются вечными, играми нителива. И поэтому Он приходит во все дни недели. Месяца или даже года. Он всегда приходит в какой-то день. Поэтому сегодня у нас тоже День Явления Господа Рамачандры. У нас с этим все в порядке. Сегодня я слушал лекцию своего духовного учителя. И кто-то ему задавал вызывающие вопросы. И он на них ответил. Этот человек, который вопросы с вызовом задавал, он говорит, ну что у вас за философия такая? На каждый вопрос есть свой ответ. Все вы можете объяснить. Всему найти объяснение. Это факт. И поэтому сегодня мы празднуем День Явления Господа Рамачандры. Он действительно сегодня явился. Правда, мы не знаем, где он явился. В каком месте, но... В Викторе Рамачандры. В Викторе Рамачандры. Вполне возможно. То есть сегодня один из дней, когда мы празднуем годовщину явления Господа Рамачандры. И для нас Господь Рамачандра является очень особой личностью. Его игры отличаются особым качеством. И сам Господь Рамачандра является особой качеством своей личности. Его называют Марьяда Пурушоттама. Что значит Марьяда, кто знает? Да, Марьяда обозначает порядок, нравственность, строгое следование правилам, предписаниям, этикет, можно сказать. То есть Пурушоттама – это верховная личность Бога, который является для того, чтобы продемонстрировать идеальное поведение, идеальное качество характера. Всеми своими деяниями, всеми своими играми, всеми своими словами, своим поведением. В отличие от Него, Кришну называют Лила Пурушоттама. Это верховный Господь, который являет удивительные игры. И у нас есть еще одна личность, которой мы поклоняемся. Так, еще одно очень важное для нас проявление личности Бога – это Господь Шичайтани Махабрабху, которого называют Пряма Пурушоттама. И вот эти три проявления Верховного Господа очень важны для нас. И если мы проанализируем, да, я думаю, что большинство из вас знает, что Пряма Пурушоттама – это верховный Господь, который наслаждается чувством чистой любви, да, Божественной любви, который пришел для того, чтобы даровать Божественную любовь. Если мы проанализируем эти три проявления Верховной Личности Бога, то говорится, что это тот же самый Верховный Господь, да. Но Он играет разные роли. И вот эта последовательность, в которой, кстати, и приходили эти три проявления, исторические, да. Первым приходит Господь Рамачандра в Крета-югу. За Ним следует Господь Кришна в Двапару-югу. И в наш век в Кали-югу приходит Господь Чайтани Махабрабху. И именно в этой последовательности должно совершаться наше духовное развитие. Это один из глубоких смыслов, который несет для нас Рама-лила. Потому что, естественно, что центральная личность для нас – это Господь Шри Кришна, который является сладчайшей игрой, поразительной игрой. Но в этих играх есть небольшая проблема. Их нельзя имитировать. Иногда в Индии, знаете, люди, некоторые люди, любят прибрать к рукам то, что плохо лежит. Многие из тех, кто были в Индии, знают, отличительная черта пребывания в Индии – это большое количество ключей. Надо везде навешивать замочки и везде ходить с ключами. Потому что, если ключей не будет в достаточном количестве, назад вы можете поехать налегке, полностью отреченными людьми, достигшими духовного совершенства. Но если вы не готовы к такому уровню, лучше все прикрывать на замочке. И иногда у вот именно таких людей в Индии спрашивают, «Ну, что же вы так себя ведете?» Они говорят, «Ну, а что здесь такого зазорного? Господь так действовал, и мы следуем по его стопам». Мы знаем, что одно из имен Кришны – это Хари. Один перевод. То есть буквально значение слова Хари – тот, кто уносит. Все, что плохо лежит. Я подумал, кстати, вот если есть программа проповеди в тюрьмах, в некоторых общинах вредная проповедует в тюрьмах, и для тех, кто сидит в тюрьме, Кришна – это вообще роднее всех родных личностей. Можно сказать, что вы сидите в тюрьме, а Кришна вообще в тюрьме родился. И он также свое детство провел очень интересно. Он также прибирал к рукам все, что плохо лежало и так далее. Но мы не можем имитировать игры Господа, потому что мы понимаем, что они полностью трансцендентны. И далеко не всегда тот пример, который Кришна показывал своими деяниями вот так поверхностно, мы можем подражать его действиям до тех пор, пока мы не трансцендентны. Но есть проблема. Эта проблема, я думаю, что многие из нас ее замечают, приходя в движение сознания Кришны, иногда мы думаем, что мы тоже трансцендентны ко всем правилам и предписаниям, что ради служения Кришне мы не обязаны следовать всем этим законам морали, нравственности, которые царят в окружающем мире. Потому что этот мир материальный, эти люди материалисты. А мы возвышенные души, преданные самого Верховного Господа. И люди должны это понимать. Как я вспоминаю одну историю, которую рассказал его святейшая история Тудвадж Махараджа, один из саньяси, духовных учителей в нашем обществе. Он рассказал о том, как он присоединился к движению. Дело было рано утром. Он спокойно спал у себя дома, еще было темно на дворе. И вдруг он услышал стук в дверь. Он подумал, кто же так пришел рано ночью. Вообще не рано, а вообще ночью. Он открывает дверь, он увидел, что стоит там какой-то странный человек, фобритый. В каких-то странных одеяниях, с каким-то странным знаком на лбу. И говорит, я монах, вот мы служим Верховному Господу Кришне. Вот у нас здесь храм неподалеку. А Махарадж в то время жил в собственном доме. И у него был сад с цветами. И этот предный говорит, что вот нам нужны цветочки для поклонения. Вот я вижу, что у вас хорошие цветочки. Вы не разрешите несколько штучек сорвать для Бога. Вот. Ну и будущее. Витудвадж Махарадж сказал, ну нет никаких проблем. Конечно. Ну и сам про себя он подумал. Разбудил меня ни свет ни заря. Просто ради того, чтобы несколько цветочков сорвать. И он пошел обратно спать. И у него был замечательный такой садик с большим количеством цветов. И когда он проснулся и выглянул в окно. Он обнаружил, что пейзаж несколько изменился. Что в саду не было ни единого цветка. И он подумал, так. Это что за Бог такой? Надо пойти разобраться. И он пошел, нашел храм Кришны. Пришел для того, чтобы поругаться. Но ему предные проповедовали. И сказали, что на самом деле ты не только цветы. Ты все должен Кришне. И Махарадж оказался настолько искренней личностью. Иногда бывает такое, что люди приходят в движение, имея за своими плечами уже опыт духовной практики на протяжении многих жизней. Что он принял это? Очень смиренно. И он предался. Он перешел жить в храм и все одно. Но мы можем понять по этому примеру, что далеко не все люди готовы к тому, что мы им можем предложить иногда. И поэтому, если мы реально хотим, чтобы сознание Кришны впечатляло людей, что мы можем сделать? Как мы можем произвести самое глубокое впечатление на окружающих людей? Своим поведением. Своим хорошим поведением. Своими идеальными манерами. Поэтому это очень важный момент для всех нас. Потому что прежде чем мы действительно поднимемся на трансцендентный уровень, на котором уже нет никаких правил и предписаний, для нас очень-очень важно, прежде чем мы станем чистыми и преданными, все-таки стать людьми, достойными людьми. И об этом Шелом Руопада также упоминает неоднократно и в своих книгах, и в своих лекциях. И игры Господа Рамачандры очень важны для нас именно в этом ключе, именно в этом отношении. То, что он показывает пример идеальной личности. И вот тогда, когда мы станем людьми с идеальными качествами, мы сможем реально войти в игры Господа Кришны и получить именно то самое сокровище, которое является высшей целью человеческой жизни. Это чистая любовь к Богу. И тогда мы сможем принять реальное участие в игры Господа Чайтани, помогая ему раздавать чистую любовь к Богу всем и каждому. То есть, такой путь духовного прогресса, который воплощает в себе вот эти три совершенно уникальные и удивительные проявления Верховного Господа, Господь Рамачандры Кришны и Господь Чайтани. И именно с этого начинается Рамаяна. Рамаяна, конечно, чрезвычайно удивительное произведение, которое было написано, как нам известно, бывшим охотником по совместительству разбойником, который впоследствии стал великим амбедическим мудрецом Валмики Муни. И наверняка многие из вас слышали эту историю о том, как этот охотник убивал животных, ну а также он грабил путников, которые проходили лесной тропинкой. И однажды в один прекрасный день по этой лесной тропинке проходил никто иной, как Нарада Муни. Со своей Виной. И он всегда поспевает святые имена. Нарада Муни, Баджа и Вина, Радхи, Карама, Радхи. Нарада Муни играет на Вине и поспевает Радхи, Карама, Нарадхи. И тут этот охотник его заприметил, ну и видимо, как заправский соловей-разбойник, он спрыгнул с ветви ближайшего Ваньяна и преградил на Раде Муни путь. И сказал классическую фразу, кошелек или жизнь, оставив на него острие своей стрелы или там, я не знаю, копья, вооруженное ограбление. Нарада Муни улыбнулся и сказал, к сожалению, кошельком я тебя порадовать не смогу по причине отсутствия карманов в моем тхоте. Да и жизнь мою взять не получится, потому что тело у меня духовное, не подлежащее разрушению. Охотник растерялся, с таким он не сталкивался, когда на оба вопроса ответ был отрицательный. Ни кошелька, ни жизни. И Нарада Муни воспользовался паузой и начал объяснять охотнику, что деятельность его, хотя она кажется очень вдохновляющей и моментами прибыльной, на самом деле весьма греховна и небезопасна в плане будущих реакций. И он настолько убедительно объяснил все это охотнику, что тот раскаялся и спросил, что же делать? Ну и Нарада Муни сказал, что что. Повторять святое имя. И он сказал этому охотнику, что ты можешь просто повторять святое имя Рама, этого будет достаточно. Охотник пытался, но, как известно, некоторые слишком греховные люди, они даже не в состоянии произнести святое имя. Он пытался сказать Рама, но он не мог выговорить. И тогда Нарада Муни, поскольку он чистый преданный, И Кришна говорит Бхагавадгити, это Шамса, Тата, Юхта, Нам, Бхаджатам, Придти, Пурвакам, Дадами, Будхи, Йогам, Там, Яна, Маму, Пэнси, Ты. Те, кто служат мне с любовью и преданностью, я даю им разум, благодаря которому они могут прийти ко мне. И Господь дал Нарада Муни очень хороший выход из этой ситуации. Как сделать так, чтобы этот охотник все-таки смог повторять святое имя? Он сказал, ну ладно, Рама, ты не можешь повторить, но наверняка ты можешь повторить слово Мара. Мара обозначает смерть. И это было очень привычное слово для охотника. И он стал его повторять. И Нарада Муни сказал ему повторять без перерыва. Мара, 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 Мара и так далее. И он сел и начал повторять. Мара, 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 Мара. Слоки слились воедино и получилась Рама. И описывается, что он настолько погрузился в воспевание, что полностью потерял ощущение времени. Его перестало интересовать то, что происходит вокруг. Но для нас это очень важный урок. То есть для нас игры Господа и даже все то, что им предшествует, как, например, вот эта история о том, как этот дикий охотник и разбойник стал великим святым и мудрецом. Во-первых, это должно нас вдохновлять, потому что мы тоже пришли по большей части. Может быть, конечно, здесь есть святые личности. Однозначно, что второму поколению предных больше повезло. Они родились в семьях предных. Но у первого поколения не было такой удачи. Мы были рождены в весьма интересных семьях, наверное, весьма интересного происхождения по большей части. Как однажды к Шелепрабхупаде пришел его ученик, который вычитал в Бхагаватам вот этот момент из комментариев, в котором Шелепрабхупаде говорит, что к этому движению сознания Кришны присоединяются множество преданных, как из категории полубогов, так же и из категории демонов. И этот преданный пришел к Шелепрабхупаде, он сказал, Шелепрабхупаде, ну я понимаю, что к движению присоединяются преданные из категории полубогов. В массовом порядке. Ну, как же вы утверждаете, что демоны в массовом порядке становятся преданными? Потому что это же исключительный случай, да? То есть, если мы почитаем, например, истории Бхагаватам, то есть, такие личности, как Прохлад Махарас, Бали Махарас являются исключениями из правила, да? Демоны, они не становятся в массовом порядке преданными. И Шелепрабхупада посмотрел на него так с интересом и сказал, «А ты серьезно считаешь, что ты из категории полубогов?» То есть, иногда мы забываем, к какой категории мы относились, по крайней мере, да, каково наше происхождение, откуда мы пришли. И вот этот пример того, как этот дикий охотник стал преданным, таким возвышенным преданным, должен вдохновлять нас, потому что для духовного прогресса нет никаких препятствий. Единственное условие — это серьезность в духовной практике, особенно в воспевании святого имени. И говорится, что этот охотник так сильно погрузился в воспевание, что он не замечал ничего того, что происходит вокруг. Он потерял счет времени. Он сидел там где-то и повторял. прошли века. Его тело было покрыто полностью землей, такой холм образовался. И вот из недр этого холма слышалось преднушенное воспевание. Ра-ма-ра-ма-ра-ма-ра-ма-ра-ма. И также очень интересный момент заключается в том, что этот охотник не мог воспевать святое имя. Но он не мог повторять рама, но он мог повторять мара. Мара обозначает смерть. И на самом деле это очень важный момент. С этого момента начинается настоящее духовное продвижение. Потому что смерть — это конец всему материальному. Смерть также представляет Кришну. Как у Его святейства Бхактики. Тирки Махараджа. Одна из его последних книг называлась «Умереть до прихода смерти». То есть для того, чтобы реально достичь успеха в духовной жизни, очень быстро прогрессировать в духовной жизни, очень важно умереть для материальной жизни. То есть навсегда расстаться со всеми желаниями, наслаждаться и побелевать в этом мире. Это то, что произошло с этим охотником. И поэтому он смог очень быстро прогрессировать. И когда на Радамуне через долгое время вернулся к этому месту, он обнаружил этот холм, из недр которого раздавалось воспевание святого имени, он раскопал, выкопал этого охотника. Тот уже к тому времени стал ископаемым. стряхнул у него пыль с ушей и сказал, ну вот, поздравляю, вот ты и стал настоящим преданным Господа Рамачандры. И по моей милости ты сможешь описать его лилы. Хотя это происходило еще даже до явления Господа Рамачандры, но по милости на Радамуне этот охотник, который стал известен как Балмике Муне, мог видеть в своем сознании все эти прекрасные игры. Но произошел очень интересный эпизод. Он сидел в лесу и соответственно, поскольку он стал Большналом, все прекрасные качества, все 26 качеств Большналом в нем были проявлены, особенно сострадание ко всем живым существам. И он увидел парочку птиц на ветви дерева, самца и самку. И они радостно щебетали, Балмике смотрел на них, и вдруг прилетела стрела охотника, пронзила самца, он упал бездыханом на землю и оставшаяся, обдавевшая птичка горестно заплакала. И Балмике был очень сильно расстроен, его сердце было переполнено состраданием, ему было птичку жалко. И он произнес на санскрите «О, жестокий человек, ты настолько своекорыстенно эгоистичен, что не можешь пожалеть даже беззащитную птичку». Но потом он спохватился, он подумал, что же такое, я уже достиг совершенства, я вроде бы обуздал свое умочувство, но в этой ситуации я проклял этого охотника. То есть я сочинил на санскрите этот стих «Проклятие». И он очень расстроился по этому поводу. Но тут появился Нарадамуни и сказал, что ничего страшного, мы этот стих переделаем. Санскрит это удивительный язык, это настолько совершенный язык, я слышал, что какое-то время назад программисты искали язык для для того, чтобы составлять на нем программы компьютерные. И они думали о том, что может быть этот язык надо как-то изобрести. Но потом они наткнулись на санскрит. И выяснилось, что санскрит это язык, который идеальным образом подходит даже для компьютерного программы. Ничего выдумывать не надо. Потому что он настолько гибкий и настолько глубокий. И вот это одно из подтверждений того, гибок и глубок санскрит. Нарада Муни пришел, он сказал, мы возьмем вот этот стих, который ты сочинил, вот эту шлоку, мы просто разделим ее на слоги немножко по-другому, расставим ударение в других местах, и этот стих получился первым стихом Ромаина. Первым стихом, который прославляет Дургом Нового Господа. Но до этого Валмики, который был расстроен так сильно событием, задал на Родину Муни вопрос, существует ли идеальная личность? Кто является идеальной личностью? И народ Муни сказал, идеальная личность существует, это Господь Рома Чанга. И таким образом вся Ромаина это проявление идеальных качеств Верховного Господа во всей полноте. Можно это видеть в любой лиле, во всех подробностях подробностях. Как мы знаем, в самом начале Ромаины объясняется, насколько глубока была любовь к Господу в храме, насколько Он был Верховным Господом источником всей красоты, всей славы, всей силы, всего знания, всей власти, всей силы и всего отречения. Он привлекал внимание каждого. И все Байоке от, начиная от его родителей и членов его семьи, заканчивая простыми людьми, все очень любили его Студараму. Но, как мы знаем, судьба распорядилась так, что Кайкей начала строить козни, в результате которых она подговорила вторую жену царя Дешарадхи, как ее звали? Кайкей, да, Манхара была служанкой второй жены Махарадхи Дешарадхи, Кайкей, она подговорила ее попросить у царя, чтобы господь Рамачандра был сослан в лес на 14 лет и ему не достался престол, чтобы на престол зашел ее сын Бхарат. Это также очень интересный эпизод Махабхарати, когда все это произошло, извиняюсь, да, врумаяние, когда все это произошло и когда господь Рамачандра был вызван в комнату где находился Дешарадхи Дешарадхи Махараши его жена Кайкей для того, чтобы объявить ему о приговоре фактически о том, что он должен уйти в лес на 14 лет и оставить престол, оставить право как это сказать первородное право наследия унаследования престолом сколько он был старшим сыном Барати и Махараши Дешарадхи был в таком горе, что он даже не в состоянии был сказать это господу Рамачандре но Кайкей помогла ему и она сказала, что твой отец хочет чтобы ты ушел, чтобы ты отказался от престола и ушел в лес на 14 лет и можно себе представить если бы мы были в такой ситуации что если бы нам обещали власть над всем миром и у нас была бы для этого полная квалификация и мы могли бы сделать всех абсолютно счастливыми благодаря своему управлению и вдруг вот канун коронации нам бы сказали что мы отправим тебя лучше в ссылку на 14 лет в тайгу куда-нибудь шишки собирать какова была бы наша реакция я думаю что может быть у многих из вас была такая ситуация в жизни когда вы ожидали какой-то радости какого-то счастья да и вместо этого вместо этого счастья вы получили величайшее несчастье величайшее горе к сожалению материальный мир такое место что это может произойти в любой момент с каждым из нас это пример который описывается в романе как в жизни это происходит очень удивительным образом и не всегда это приятные сюрпризы те кто были в Джаганатурпуре знают о месте которое называется сварга отвара брата в рай брата на небеса что там делают это крематорий там сжигают трупы и когда мы там были несколько лет назад нам рассказали весьма шокирующую историю потому что мы увидели принесли какого-то молодого человека с гирляндой на шее украшенного цветами в очень красивых одеждах его сопровождало множество людей множество родственников и мы начали спрашивать наверное это какой-то известный человек влиятельный человек нам сказали нет это простой человек но произошло следующее это был юноша который женился в этот день и что-то там не хватало для проведения свадьбы то есть для свадебного пира может быть что-то надо было или воду или посуду что-то купить в срочном порядке и он сам сел на мотоцикл и отправился за покупками и поскольку он спешил он попал в аварию и он погиб то есть день свадьбы превратился в день похорон и вот все эти родственники с обоих сторон которые собрались на свадьбу и можно себе представить невеста молодая супруга все они пришли на похорон все они пришли на церемонию кремации так бывает в материальном мире величайшее счастье может обернуться величайшим горем это просто пример для того чтобы представить себе что это не просто предание древней Индии то что описывается в романе такое в жизни бывает что мы ждем величайшего счастья но зачастую это счастье может обернуться величайшим горем такова природа этого мира и Господь Рама вошел в покой Махараджи Даршарадхи и говорится что на его лице сияла ослепительная улыбка но что самое интересное после того как Кайкеи объявила ему приговор что он должен уйти в лес на 14 лет и отказаться от престола мира улыбка на устах Господа Рамачанда осталась той же самой выражение его лица никак не изменилось это называется Ананда Майобьясадх изначальная природа блаженства то есть блаженство Господа не могло быть омрачено этой казалось бы шокирующей новостью и он и он с такой же лучезарной улыбкой сказал да конечно же для того чтобы удовлетворить вас и для того чтобы удовлетворить моего отца я с радостью последую вашему наставлению и в таком же экстазе в котором он готовился к коронации он начал готовиться к походу в лес и как мы знаем его сопровождали то есть с ним в лес решил уйти его брат Лакшман и его молодая супруга Сита Деви и конечно же мы не будем рассказывать всю Ромаину сегодня можете не беспокоиться просто несколько эпизодов рекламных роликов для того чтобы у вас был интерес слушать и изучать Рома Ливу и понимать то насколько это для нас важно и ценно мы буквально расскажем пару моментов один из моментов многие моменты Ромаина конечно известны сейчас слава Кришне у нас век информации что очень много переводов Ромаины на русский язык также есть фильмы Ромаина по-моему даже не один кто читал или кто смотрел Ромаину поднимись пожалуйста большинство поэтому все эти Лилы не являются для нас чем-то новым но самое важное для нас в этих Лилах это то что нам до садов то есть какова связь этих Лил с нашей жизнью с нашей реальностью мы вчера как раз смотрели один из эпизодов Ромаины который описывал как деспонд Рамачандра вышел на обезьян и медведей как он познакомился с Хануманом с сугривой Джамбованом и их сторонниками то есть господь послал точнее господь послал да интересно сказано то есть господь так устроил сам что он получил помощь но как это ни странно не от людей то есть его армия была весьма удивительна его армия состояла из обезьян и медведей и как любит упоминать мой духовный учитель что Ашелабраупада в свое время сказал что господь Рама покорил Ланку используя для этого армию состоящую из обезьян и медведей и точно так же я покоряю весь мир для Кришны со своими учениками которые подобны обезьянам и медведям мы можем спросить ну какая же связь какой из меня медведь или обезьян почему обезьяны и медведи если мы подумаем то для нас все станет совершенно очевидно каково самое главное качество медведя медведь это тот кто 6 месяцев спит беспробудным сном упаси господь его разбудить это будет медведь шатун и остальные 6 месяцев он пытается проснуться и потом после этой неудачной попытки снова погружается в сон это природа медведя какова природа обезьяны ворует невежество совокупляться да правильно секс то есть медведь это олицетворение невежества обезьяны это олицетворение страсти то есть мы можем понять почему сила правопада сделал такой интересный комментарий сила правопада буквально несколькими словами настолько глубокую мысль выразить какой-то фразе правопада можно писать тама книг вообще объясняющий о чем речь шла то есть потому что западные люди как это не прискорбно находятся под этим влиянием под влиянием ниши гун страсти и невежества и к сожалению это обозначает что очень сильная привязанность к сну мы можем понять что со сном связана связана интоксикация также привязанность к интоксикации потому что интоксикации усиливают это желание сна усиливают влияние невежества и очень сильная гуна страсти и самая яркая черта страсти это привязанность к сексу к сексуальным наслаждениям и поэтому что правопада говорил что вот мои западные ученики подобные обезьяновым медведям но у нас есть шанс у нас есть шанс по милости господа по милости шила правопады по милости вайшнава принять участие в сражении принять участие в миссии господа и таким образом получить все его благословения и стать достойными личностями стать настоящими людьми это также один из важных уроков ромаин на этом мы наверное сделаем паузу и я уверен что у многих преданных есть свое понимание глубокой своей реализации как мы это называем по поводу игр господа рамы и их значимости в нашей жизни и у нас есть дополнительные микрофоны если кто-то из преданных хочет поделиться своим пониманием или же если есть вопросы задать вопросы мы можем посвятить свое время обсуждению камалаканта браму окей вопрос когда рама отправился в лес и как как не относиться критически господа рамачандре поскольку он сослал си тудэви в лес в принципе этот момент он также описывается по ротам девятой песни причиной этого являлось то что господь рамачандра уже управляя всей планетой будучи идеальным царем заботился о том что ни у кого не было никаких жалоб к нему и никаких претензий на его правление и это идеальный пример лидера в ведической культуре идеальный лидер это тот кто открыт для критики к сожалению в наше время лидеры это те кому никто не высказывает претензии по той причине что те кто их высказали исчезли без следа то есть они под страхом то есть держат людей в таком страхе что люди просто боятся высказывать претензии а потом как мы знаем назревает революционная ситуация я думаю что все прекрасно помнят по крайней мере те кто учились в советские времена в школе каково определение революционной ситуации когда верхи не могут править по-новому а низы не хотят больше жить по-старому это определение революционной ситуации но как мы знаем революции ведические времена не было потому что все были счастливы и каждый и каждый мог пожаловаться напрямую царю о любых проблемах высказать любое неудовлетворение и святым долгом царя было позаботиться о том чтобы этот человек был удовлетворен был счастлив что его претензия рассмотрена его жалоба удовлетворена вплоть до того что если у кого-то умирал ребенок они шли к царю мы знаем что такие претензии были предъявлены не только махараджи юдискира но господа румачандри также предъявилась такая же претензия то есть считалось что царь делает что-то не то если происходит нарушение законов природы дети должны умирать после родителей а не наоборот и так далее и господь румачандра настолько строго следил за тем чтобы ни у кого не было к нему никаких претензий что вместо того чтобы дожидаться жалобщиков у себя во дворце он сам ходил по царству переодетым простым человеком и он тайком слушал что говорят люди если у них какие-то проблемы и в одном доме он услышал как подошел там к двору одного дома и он услышал как муж разговаривает с женой которая пришла поздно домой и муж сказал я не знаю где ты была может быть ты была в доме у какого-то другого мужчины я не уверен что ты до сих пор сохранила верность мне поэтому я не могу принять тебя опять домой уходи туда откуда ты пришла и затем он сказал что я не господь рамачандра что сита была уравана непонятно что там происходило и он ее принял обратно домой и господь рамачандра понял что по крайней мере кто-то очень критически относится к этому моменту что сита подозревалась в неверности и он сослал ситу Дэви в лес для того чтобы никто не критиковал ни у кого не было никакой критики безусловно он и не позаботился но она жила отдельно и он сослал ее в лес даже несмотря на то что она была беременна у нее родились лава и куша и они никогда не видели господь рамачандру до тех пор пока не выросли и затем когда чистота сита Дэви была доказана и сам господь рамачандра приехал для того чтобы точнее он послал лакшмана вначале для того чтобы он сказал об этом сита Дэви и первое что спросила сита у лакшмана то есть у нее совершенно не было никаких претензий господа рамачандре она просто спросила все ли у него в порядке счастлив ли вы господь рамачандр потому что я косвенно явилась причиной того что он был подвержен критике и мне очень не хотелось бы чтобы люди говорили о нем плохо я очень надеюсь что мой уход в лес прекратил эту критику то есть она заботилась только о нем то есть опять-таки господь рамачандра здесь поступил как идеальный лидер ради того чтобы были счастливы все его подданные чтобы у них даже тени критики не было в уме он пожертвовал собственной женой и его жена была счастлива принять на себя такую жертву ради удовлетворения господа и ради блага у всех поэтому это пример идеального лидера который готов пожертвовать всем самым дорогим и близким ради всеобщего блага не знаю как это отвечает на вопрос тем не менее господь рамачандра выполнил требования да то есть захотели чтобы он отослал ситу деви он ее отослал когда была доказана ее чистота ее невинность он ее принял обратно то есть это материальный мир и всегда будут люди которые будут критиковать которые будут недовольны как с этой истории пожилом человеке и мальчики на осле когда пожилой человек сидел на осле вместе с мальчиком и критиковали что они осла перегружают когда они шли пешком и критиковали за то что они осла не догружают Когда пожилой человек сидел на осле, мальчик шел пешком, его критиковали, что он дитя заставляет бегать, а сам на осле едет. Когда он посадил мальчика на осла, а сам пошел пешком, начали критиковать, что молодой, энергичный на осле едет, а старик пешком плетется. То есть было понятно, что нет такого варианта, чтобы все были довольны. Материальный мир обозначает, что всегда будут проблемы. Но господь Рамачандра показывает пример истинного лидера, который делает все возможное для того, чтобы люди были довольны. То есть сделать так, чтобы все были довольны, невозможно. Всегда кто-то будет недоволен. Но в чем заключается обязанность истинного лидера? И для нас это важно понять, потому что, как Шила Прабхапада объяснял неоднократно, движение сознания Кришны предназначается для чего? Кем мы должны стать? Слугами кого? Слуг. Кого? Слугами слуг Кришны? Правильно. А для обычных людей кем мы должны стать? Примером. Да, примером. Духовными лидерами. То есть это движение предназначается, Шила Прабхапада говорил, для того, чтобы дать миру духовных лидеров. То есть в этом заключается задача каждого сидящего в этом зале. Стать идеальной личностью и стать образцом для других и помогать другим устанавливать и развивать свою связь с Кришной. И обязанность лидера, духовного лидера заключается в том, чтобы делать все возможное для того, чтобы окружающие были счастливы в сознании Кришны. Это невозможно, по большому счету, потому что это материальный мир. Но все мы знаем по своему примеру. По примеру взаимодействия с лидерами. Что если даже у нас какая-то проблема, и нам не могут помочь, или нам не помогли, но если мы видим, что было сделано все возможное, что человек со своей стороны сделал все возможное, будем мы удовлетворены? Да. То есть это наш долг, делать все возможное для того, чтобы окружающие были счастливы в сознании Кришны. Даже несмотря на то, что окончательного успеха мы никогда не добьемся, потому что это материальный мир. Да? Спасибо. Хороший вопрос, провокационный. Еще кто-то? Может быть, какие-то дополнения? Аберранта Курвали. Микрофон, может быть, дотянется? Кто-то может микрофон передать? Аберранта Курвали. Аберранта Курвали. Да. Их, проиграл царство, что у них вешкё. Аберранта Курвали. Аберранта Курвали. Аберранта Курвали. Просто в лилах Господа есть, когда Господь приходит, есть внутренние и внешние причины. Внешние причины иногда не всегда понятны были, но они как бы происходят под воздействием внутренних причин. И самые высокие отношения со своей супругой Ситой, раз они испытывали, Господь Рамачандр испытал раз в разлуке. А сама интересная, вот сама Рама Лила, да, то есть происходила миллионы-миллионы лет назад, да, ну Трета-Югут очень давно, а они до сих пор говорят, представляете. И на этой Рама Лиле ни одно поколение вообще воспиталось, особенно в Индии там. И отголоски, они, как бы истории вот, истории Господа Рамачандра, они по всей юго-восточной вот этой вот Азии, все знают Рама Лиле. В Западе может не так, но игры Господа Рамачандры весь Восток знает. Вот, и вижу, что ни одно поколение воспиталось. И когда люди собираются специально дней на десять, чтобы слушать Рама Лилу, и они в таком, кстати, это все слушают, они забывают о своих семейных, ну, как бы, делах, они оставляются и просто садятся, и кто-то рассказывает. И они просто слушают, слушают. И на самом деле у людей остаются хорошие самскары такие. Потому что когда человек погружается, да, то все это меняет его судьбу, они уже не хотят совершать какие-то греховные поступки, они хотят, сердце очищается, они хотят делать, ну, там, хорошие дела, добро и так далее. То есть это очень хороший, это бы, получающий пример, как раньше нам бабушки рассказывали сказки на ночь, и эти сказки, мы воспитываем их до глубокой старости, можно помнить. Также вот в Индии бабушки мне рассказывают Рама Лилу, история Кришни, и дети все вот эту традицию, они воспитываются на этих всех историях. И это очень легко входит в сердце, не надо там никого наказывать, ничего, просто напомните Барджоне, напомните Ханумане, там, еще как-то персонажи. И дети на улицах, они играют то Барджону, то они вот Рама Лилу играют, как Господь Метенант, да, тоже в своих детских играх они ставили вот эти прекрасные спектакли с Рама Лилой, да, и настолько серьезные были, настолько глубокие их, как бы, эти спектакли, что даже Господь Метенант терял сознание, да, и никто не мог вернуть их в жизни. То есть, и это очень, ну, как бы, описание Игоря Кришны, и вот все его приходы, это, в принципе, это жизнь преданного. Это источник, из которого он черпает свое духовное вдохновение. И как раз это все описано в Шимат Бхагава, там, в девятой песне описывает царь Амалила, и метод духовного самосознания, это слушать Шимат Бхагава, там, спевать, вместе с святой Игорь Кришны. Спасибо. Один из преданных, лидер русскоязычной общины в Израиле, в данный момент его зовут Брикодор Брабо, и у него есть маленький сын, Басуде, очень интересный мальчик, вот когда Абирам такую руку рассказывал, что дети, которые воспитаны в сознании Кришны на игры Господа, они полностью погружены в это, они играют в эти игры. Ну, и, конечно же, второе, ну, и сейчас уже третье поколение, премьер, да, на Западе. Им также очень повезло, потому что это дети, которые действительно воспитываются на игры Кришны, то есть с самого детства у них есть возможность быть погруженными в сознание Кришны. И вот этот маленький мальчик, Басудев, он очень любит как раз Рама-лилу, то есть он бегает по улицам с луком, со стрелами, и кричит, что вот с Господом Рамачандрой вместе по лесу скитаюсь, да, демонов убиваю. Вот. И как-то кто-то из преданных сказал ему, что, Басудев, похоже, ты очень сильно любишь Господа Раму. Этот маленький мальчик, пятилетний, представьте себе, он так глубоко вздохнул, повесил голову, так виноватый, и он сказал, ну, я понимаю, что я Кришну должен любить, но Господь Рама так близок мне, ну, вот я не могу о нем забыть просто. То есть вот его проблемы, что он не может забыть о Господе Раме. И вредные подумали, нам бы такие проблемы. Сейчас вот дети, которые растут в сознании Кришны, можно сказать, что они не менее удачливы, чем те, о которых Абрамта Курму уже говорил, в Индии. То есть, по милости Шилы Бравупады, постепенно ведическая культура восстанавливается по всему миру, и вот новое поколение преданных, да, они уже воспитываются, вырастают в сознании Кришны. И Шилы Бравупады предсказывал, что третье поколение будет настолько квалифицированными браманами, что они смогут возжигать огонь при помощи манты. И поэтому мы с вами живем в очень удачное время, что мы можем видеть, как творится история. Спасибо. Еще может быть кто-то? Хорошо. Что у нас тогда? Киртан заключительный. Прасад уже был, я так понимаю, да? Заключительный Киртан. Ари Кришна. Ари Кришна.